Здравствуйте, дорогие телезрители, я очень рад, что вы сегодня снова смотрите нашу программу. Вы помните, о чем мы говорили в наших прошлых выпусках? В них мы услышали много информации о том, как следует понимать слова Иисуса о конце времен, и как они могут воодушевить нас в то кризисное время, в котором мы сейчас находимся. Сегодня мы завершим изучение речи о конце времен и рассмотрим еще три аспекта, которые могут принести нам утешение. Если вы хотите узнать, что это за аспекты и что они с собой несут, у меня есть для вас совет. Обязательно оставайтесь с нами. Итак, Евангелие от Марка, 13 глава, начиная с 24 стиха. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные покоряблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силую многою и слабую. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко летом. Так и когда вы увидите то, сбывающимся, знаете, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. «Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». «Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. В этой части своей речи о конце времен Иисус говорит о Своем возвращении на землю. Одно нам ясно точно – Иисус вернется к нам. И это третье утешение для нас. Во время Своего Вознесения Бог дал ученикам ясно понять, что Иисус, Который прямо у них на глазах вознесся на небеса, возвратится таким же образом, каким они видели Его, восходящим на небеса. И мы держимся за это знание. Да. Мы держимся за это знание. Мы не знаем, когда, там, но Он точно вернется. И в нашем сегодняшнем отрывке Иисус говорит о Своем Втором пришествии. И вот, что Он особо подчеркивает в Своей речи. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. Эта истина также является душепопечительным утешением во времена бедствий для пострадавших детей Божьих на все времена. Для учеников тогда и для нас сегодня. И здесь Иисус тоже ссылается на Ветхий Завет. Если, когда Он говорил о мерзости запустения, Он опирался на сказанное в книге пророка Даниила, то в нашем сегодняшнем отрывке Он опирается на слова пророка Исаии. Когда Иисус говорил о том, что солнце померкнет и луна не даст света Своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, слушавшие Его люди, вспомнили о том, что сказано в Ветхом Завете. Например, они вспомнили книгу пророка Исаии. «Ибо день Господа близок, сказано там, идет как разрушительная сила от всемогущего». «А вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светило не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». Это пророчество обрело свое исполнение в непосредственном контексте с Израилем касательно Вавилона. Но позднее это же место также исполнилось и несколько столетий спустя. И в конце концов мы переживем его окончательное исполнение, когда к нам вернется Христос. когда это произойдет, мы с вами не знаем. Но мы можем видеть признаки конца времен, которые начали появляться уже давно, потому что их запустил сам Иисус. Образ, который Он здесь использует, и язык, который Он здесь использует, когда говорит о том, что произойдет, когда Он вернется, показывают нам, что небесные силы ужасно потрясены. Все, что до сих пор олицетворяло стабильность Солнца и Луна, звезды, то, на что не может повлиять человек, то, что было непоколебимо. Несколько тысяч лет нет, что означало для людей стабильность и безопасность теперь дрожит. Солнце, Луна и звезды. Однажды придет День Господа, и когда Он придет, Бог вмешается в происходящее, и все эти вечные вещи содрогнутся. Если меня спросят, а является ли коронавирус признаком конца времен, я отвечу, да, конечно, это один из признаков конца времен. Все подобные вещи это признаки конца времен. Вчера нам казалось, что солнце и звезды непоколебимы, но сегодня мы знаем, что это не так, и мы не знаем, какие еще признаки явятся нам, и какая еще боль нас ждет. Как мы уже сказали, нам это неизвестно. «Итак, придет День Господа, и когда Он придет, Бог вмешается в происходящее, и тогда, когда Иисус вернется к нам и приведет в порядок то, что было обеспорядочено грехом, Он вернется к нам, и когда это произойдет, совсем казавшимся нам стабильным, случится то, о чем сказано в Евангелии от Марка. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силою, многою и славою. Этот день еще не наступил. Этот день еще не наступил, потому что Бог по-прежнему терпелив и долго терпелив, но и Божье терпение не безгранична. Он хочет, чтобы люди покаялись, но и Его долго терпению однажды придет конец. И когда Ему придет конец, все то, что здесь описывает Иисус, и то, что на протяжении веков происходило снова и снова, произойдет во всей полноте. А еще Он будет нас судить так, как это предсказал пророк Исаия в Своем Слове, которое, по всей видимости, относится к Иисусу. Там сказано, что когда это произойдет, Он будет истреблять грешников. Его речь на суде приводится у Исаии далее. Там описываются народы вавилонине, ассирийцам и филистимляне, и то, как их будут судиться. Да, Иисус вернется к нам, но вместе с Его возвращением произойдет еще два события. Одно из них будет заключаться в том, что Он устроит суд и горит тем, кто за свою жизнь не обратится к Иисусу Христу с покаянием и верой. Такие люди будут отвечать за все свои поступки и будут прокляты навеки. Другие же будут изумлены. Они будут стоять там. Эти дети Божьи и увидят Сына Человеческого грядущего на облаках силою и многою славою. Именно таким и будет второе пришествие Иисуса Христа. И вот утешение для верующих во времена бедствий. Иисус вернется к нам опять. Иисус вернется к нам. И Он положит конец всем страданиям, всем стенаниям и всякой нужде. и призовет нас к себе. Аминь. А вот и четвертое утешение. Никто из Его детей при этом не будет обойден стороной. Аллилуйя. Вы обратили внимание на эти слова? И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров от края земли до края неба. Вы понимаете, о чем тут речь? Бог пошлет на землю Своих ангелов, когда вернется Иисус, и тогда на небесах не останется ни одного пустого места. На земле не останется никого, кто придет в церковь и скажет, о, а почему сегодня здесь никого нет? Где все? Наверное, что-то случилось? Так никто не скажет. Нет, каждый избранный им будет там. А почему? Потому что Он хочет собрать их вместе. Но как Он это сделает? Через Он отправит их даже в самые отдаленные места мира, от края земли до края неба. Он созовет всех избранных им собраться вместе. Они соберутся вместе. Те, что покинули нас, те, что умерли, тоже воскреснут. И Бог соберет и их при помощи Своих ангелов, а тех, что будут еще живы, когда вернется Христос, Он призовет к Себе. Он созовет их к себе, И никто не будет обойден стороной. Никто из верующих не будет обойден стороной. Там будут все, никого не забудут. Все, за кого Иисус заплатил своей жизнью на Голгофе, будут там. Никто не будет обойден стороной. Людей достанут из морских глубин, их достанут из обломков Цитаника, если они должны будут быть там. Их заберут с кладбища в Штеллингене, который неподалеку от нас. Независимо от чего они умерли, в результате аварии или в пожаре, во время войны или из-за чумы, Он заберет их к себе. Божьи дети воскреснут для вечной жизни и соберутся вместе, потому что Христос послал ангелов их забрать, и вы тоже будете там. Как же это прекрасно. Жан Кальвин сказал об этом, вернее, написал об этом вот такие слова. Даже если церковь будет рассеяна хитростью сатаны или разорвана на части жестокостью нечестивых, или разрушена ложными учениями, или потрясена бурями, давайте обратим наши взоры к собранию, которое состоится в тот момент. На том собрании будут избранные со всех концов земли. Когда же начнет это сбываться, сказал Иисус в Евангелии от Луки, тогда восклонитесь и поднимите головы вашим, потому что приближается избавление вашим. Иисус вернется к нам. Это и утешение, и печаль сразу. И, наконец, еще одно, пятое, утешение. его слово останется навсегда, потому что Иисус в Евангелии от Марка сказал, «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Похожие тексты мы находим и в Ветхом Завете. Действительно, Иисус был буквально пронизан истинами Ветхого Завета. А вот что сказано в книге пророка Исаии, «Поднимите глаза ваших небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут как дым, и земля обветшает как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет». В чем заключается основная мысль этих строк? Основная мысль их заключается в том, что каким бы вечным все это не выглядело, оно таким не является. Мы увидим, насколько бренна на самом деле земля. Она исчезнет и обветшает. Бог создаст новое небо и новую землю. Это будут новые земля и небо, где будет царить его праведность, а нынешние исчезнут. с этим связан еще один факт, сообщенный нам Исаии. Человек тоже исчезнет. А жится ли ее? Так же вымрут. Этими словами Иисус хочет нам сказать, дорогие мои, неважно, в какое время вы живете, все. Ваши часы тоже тикают. Ваша жизнь на этой земле когда-нибудь закончится. Я тоже когда-нибудь умру. И вы тоже смертны все. Но наши души будут жить вечно. Но что же останется у нас в самом конце когда все исчезнет? У нас есть легкое предчувствие того, что тогда будет. В самом конце с нами будут Христос и Его Слово. Небо и Земля придут, но слова мои не придут. Мы не знаем, когда это произойдет. В истории нашей планеты часто бывали времена, когда люди думали, что конец света уже наступил. Вот почему далее Иисус говорит, одни же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. И что же следует из этой истины? Из нее можно сделать два вывода. Один для христиан, а вот что сказано в следующем стихе. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Так давайте же давайте просить Господа о том, чтобы Он поскорее вернулся. Давайте бодрствовать, давайте уповать на то, что Он нас бережет, давайте строить свои жизни, основываясь на этой реальности. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. А второй вывод относится и к тем, кто не является христианами. И вообще ко всем. А вот что сказал Иисус в Евангелии от Марка. «А что вам говорю, ученики мои, говорю и всем, бодрствуйте». Эти слова касаются и тех, кто еще не принял Иисуса Христа. Это призыв к пробуждению. Пробудитесь и оторвитесь от своей рутины. Пробудитесь и оторвитесь от своей самоправедности. Послушайте, что говорит Иисус. Он пришел, чтобы отдать свою жизнь на кресте за вас, чтобы заплатить за вашу вину и грех. Вы спросите, как же нам пробудиться? Обратитесь в веру. Так вы пробудитесь, преобразитесь. Скажите Иисус, я складываю все свое оружие. Я понимаю, что моя жизнь не в моих руках. Я сплоховал и согрешил. Я нарушил твои заповеди. Смилуйся надо мной, грешникам, а еще верьте в то, что Иисус Христос вас простит. Да поможет вам в этом Бог. Да поможет всем нам Бог. Мы с вами сегодня услышали о том, что в Библии есть подтверждение того факта, что Иисус однажды к нам вернется. Этот факт может нас очень воодушевить, что, в свою очередь, сможет нас утешить во времена нужды и бедствий. Одним из утешений для нас является то, что Иисус вернется к нам. Другие утешения заключаются в том, что в этот день ни один из детей не будет обойден стороной и что Слово Божие пребудет с нами всегда. Давай начнем с первого пункта. Иисус в рамках Своей речи о конце времен сказал слова, которые, как мы помним, очень обеспокоили и напугали Его учеников. Он сказал им, храм будет разрушен. И они решили, что в тот момент наступит конец света. Но потом Иисус сказал им, послушайте, мои дорогие ученики, не бойтесь. Вернее, Он сказал, не ужасайтесь, я вернусь к вам. Разве может быть утешение больше этого? Их учитель, их спаситель, с которым они три года жили бок обок, пообещал им, что он вернется к ним, дабы забрать их. С этим эпизодом связано много воодушевлений. Если мы посмотрим, что сказано в Библии о втором пришествии и о вечном Божьем царстве, мы прочитаем там о том, что Иисус будет царствовать в праведности. А ведь именно этого и желают наши души праведности. Или еще, когда мы читаем о том, что там вечности не будет больше страданий, не будет больше боли, не будет больше грехов, не будет больше столкновений с прежними нравами, и когда мы потом читаем о том, что мы тоже обретем это, это просто прекрасное обещание и огромное утешение для людей, которые следуют за Христом, и в данный момент переживают какое-то большое горе или проходят какое-то серьезное испытание. В своей проповеди ты сказал, что еще одним воодушевлением для нас является то, что никто из Божьих детей при этом не будет обойден стороной. Понятно, что это точно утешение, но почему мы должны быть так в этом уверены? Я считаю, что тут все просто. Иисус сказал, и тогда Он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров от края земли до края неба. Это Евангелие от Марка. Итак, Иисус Сам говорит нам, что никого из Его детей это не обойдет, от одного края земли и даже до каждого края неба. Он пошлет своих ангелов и соберет избранных у Себя на небесах. Бог заберет их к Себе. И, конечно, мы верим, что все мы будем собраны в Его прекрасные крепкие объятия. Это очень важно, но в Библии же есть и другие места, где упоминается об этом. Да, это не какая-то выдранная из контекста отдельная богословская теория, о которой упоминается в Библии всего один раз. Нет, это основа христианской веры. Сам Иисус много раз снова и снова подчеркивает это в своих речах. Например, если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, мы увидим, что там Он говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». И далее Он говорит, «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить». Итак, каждое верующее Божье дитя было дано Господу Отцом, и Он не потеряет никого из них. известный отрывок из Евангелия от Иоанна. «Овцы мои, так сказал Иисус, слушаются голоса моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, Я и Отец одно». Есть и другие тексты, в которых говорится об этом же. Например, в первом послании Петра сказано вот что. «Силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». то есть нас хранят, нас сохраняют. И мне кажется, что в речи Иисуса о конце времен это очень сильное утешение. Послушайте, все ученики, «Я вернусь, и никто из вас не пропадет». И последним утешением, о котором ты упомянул в своей проповеди, было то, что слова Иисуса будут жить всегда. Какое значение это утешение имеет для нас сегодня? Да, это очень важно. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Это фундамент, на котором мы стоим. Мы можем опираться на то, что то, что сказал нам Иисус, действительно пребудет вечным. Мы видим, что сейчас все в мире очень шатко. Такие катаклизмы, как пандемия вируса, выпадают на долю человечества довольно редко. У нас бывали времена и тяжелее. Я имею в виду войны, особенно две мировые войны, но в эти дни мы по-новому ощутили, что все в этом мире очень хрупко. Мы не можем опираться на что-то земное или цепляться за такие вещи. Сегодня весь мир внезапно пошатнулся. Но Иисус сказал, «Мои слова пребудут всегда». Это касается и Его обещаний, и это настоящий бальзам на душу для всех Его детей сегодня. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания.